Итак, товарищи, после долгих, 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 долгих времен бездействия мы снова вернулись во втором сезоне приключений Паши Лобанова и пулей снегопада. Глава первая. Правду леса не остановить. Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы вновь отправимся познавать чудеса леса, его вселенную. Ведь каждое дерево в нашем мире дает подсказки и отгадки. Лес тайны не хранит. Нужно просто научиться это читать. И тогда вам откроется вся правда. Каждое дерево уникально по-своему. Все они содержат в себе как единую структуру, так и имеют много противоречий между собой. Разных свойств. Разных составов. К примеру, самые дорогие деревья. Гренадил. Этот вид древесины является одним из самых дорогих на планете. Древесина африканского черного дерева используется в основном для изготовления музыкальных инструментов. Впрочем, это сейчас вымирающий вид деревьев, и они встречаются в мире все реже и реже. Цена его 10 тысяч баксов за килограмм. Такой же цены и агар. Дерево агар принадлежит к видам деревьев с темной сердцевиной. Агар существует уже более трех тысяч лет, и из него производят натуральное масло с особым ароматом. Как видите, уже интересно, что из каждого дерева можно добывать уникальный продукт. Оттого еще интереснее их изучать, разгадывая свойства и природу. Спрос на этот вид древесины растет, что делает его дорогим товаром. Эбеновое дерево тоже стоит 10 косарей за килограмм. Его еще... Черное дерево достаточно толстое и плохо впитывает воду. Кроме того, оно известно тем, что используется в создании фортепиано, виолончелей, грифов, скрипок, смычков, клавесинов и других музыкальных инструментов. Сандал уже стоит дороже. 20 кусков за килограмм. Сандал известен как ароматическая древесина, которая является одной из самых дорогих в мире. Из этого уникального дерева производят несколько натуральных масел, которые относятся к семейству сандаловых. Сандал уникален также и тем, что способен удерживать аромат в течение многих лет. Неплохое свойство. Дерево розовая слоновая кость или умни-ни. 8 тысяч долларов за досковый фут. Этот тип африканского дерева также популярен под названием красный кот. Розовая слоновая кость интенсивно растет в Зимбабве, Южной Африке и Мозамбике. В основном само дерево розовая слоновая кость используется для производства бильярдных киев, рукояток ножей и других лечебных целях. От себя же я немножечко добавлю, если вы будете чуть-чуть внимательны, вы увидите, что большая часть уникальных деревьев растет не в нашей полосе, в которой существует совсем молодая зима. Бакаут. Бакаут. 5 тысяч долларов за досковый фут. Или за досковый? Пишите в комментарии. Бакаут также известно, как дерево жизни. Оно принадлежит к роду лигнум... Куакум. И в основном выращивается на северной береговой линии Южной Америки и в Карибском бассейне. Дерево является одним из самых дорогих в мире благодаря своей прочности, твердости и плотности. Амарант. Пурпурное дерево. 12 тысяч долларов за досковый фут. Один из самых уникальных видов цветных древесин. Это амарант. Дерево является одним из самых дорогих в мире и произрастает 13 различных типов на влажных и теплых районах Южной и Центральной Америки. Ну что, помните, что я сказал? Тальбергия. 14-16 тысяч долларов за фут-доски. Это тип древесины семьи Альбертина, которые вырастают от маленького до среднего размера деревьев. Этот вид дерева растет в теплых регионах Южной и Центральной Америки. Бубинга. 19 тысяч долларов за фут. Бубинга является одной из самых дорогих древесин в мире. Само дерево – это цветущее растение, принадлежащее к семейству фавачаев бубинга. Помимо того, что дерево является одним из самых дорогих, это также наиболее ценная древесина. Она произрастает в затопленных лесах и топких местах. Ну и бакота. 33 тысячи баксов за досковый фут, бэпи! И самая дорогая древесина в нашем списке – бакота, которая очень связана с кордией. Из-за огромного спроса на эту древесину, она стала самой дорогой древесиной, которую можно купить на нашей планете. Это дерево произрастает только в нескольких районах в Карибском бассейне, Мексике и Центральной Америки. Хм, если у нас сейчас зима приходит туда, куда она не приходила, скорее всего, это дерево скоро не станет. Вот углубиться в каждое дерево можно открыть для себя целую вселенную. Причем каждая будет уникальной. Деревья – это вообще чудеса нашего мира. К примеру, на странице Офелии Рай нашел такое изображение со следующими словами. Это не просто дерево. Это пример для народов, стран, для всего мира. Это дерево растет у дороги в горном массиве Бюк в Венгрии. Прошло много лет с тех пор, как кто-то срубил низ ствола тонкого деревца внизу, но оно не погибло, потому что его держат и кормят руки соседнего дерева, давая жизнь. С тех пор, каждую весну, они вместе распускают свои почки и листья, вместе наслаждаются теплом летнего солнца. Чем-то напоминает так называемую японскую технику по выращиванию деревьев в дайсуге, как ее описывают. Техника дайсуги и предположительно датирована 14 веком и уникальна тем, что она позволяет добывать древесину без срубания материнского ствола. Для этого используется особый вид деревьев – кедр китаяма, чья особенность заключается в идеально прямом росте без сучков. Для сохранения пространства японцы научились выращивать и обрезать материнский ствол таким образом, что оставлялись лишь самые прямые верхние побеги, которые спустя пару десятков лет становились пригодными для срубания. При этом кедр рос лишь ввысь, позволяя засадить землю большим количеством новых деревьев, а спил его веток никак не вредил материнскому стволу, сохраняя растению жизнь. Помимо компактности данной технологии, еще одним преимуществом дайсуги является получение по-настоящему высококачественной древесины. Секрет в том, что древесина, добытая при помощи техники дайсуги, почти в два раза прочнее кедра, посаженного в землю, а также почти на 150% более гибкая. Такое дерево наиболее ценно для производства высококачественной мебели и других изделий. Согласитесь, уникальное свойство. Материнский ствол имеет меньше плотности, нежели деревья, вырастающие на нем. Давайте теперь посмотрим подборку деревьев, которые имеют самую большую плотность. Гваякум. Его второе наименование – Бакаут. Это следующий рекордсмен идти на дно, как топор. Родом он с южноамериканского континента. По плотности тоже уникален. Она равна порядка 1450 килограмм на кубометр. И пе. Муравьиное дерево. Бразильский орех. Лапачо. Все это его название, свидетельствующий о многообразии растения. Древесина серовато-красная. Плотность до 1300 килограмм на кубометр. Иногда около 1100. На что влияет регион распространения. Сам шит. Благодаря тому, что он отличается твердой древесиной, служит сырьем для производства деталей с повышенным требованием жесткости. Удивляет показателем плотности в 1350 килограмм на кубометр. В разрезе имеет матовую текстуру светло-желтого колера. Кве брахо. Поломать топор. Именно так переводится это название. Плотность таких деревьев, их три разновидности, достигает 1200 килограмм на кубометр. Произрастают они в Боливии, Параквайе, Бразилии и Аргентине. Отличаются твердой, тяжелой древесиной черного или темно-красного оттенка. Прошу прощения. Эбен. Еще один из рекордсменов по уровню плотности, которая составляет, как и у предшествующего образца, 1200 килограмм на кубометр. Распространен в Центральной Африке. Является необычно редким и дорогим. Его стоимость высчитывается за килограмм. Цвет от черно-бархатистого до темно-коричневого с характером продольными, характерными, точнее, продольными прожилками другой палитры. Гренадил. Дерево с черной древесиной, плотностью 1200 килограмм на кубометр. Из-за чего его часто путают с Эбеном, с которым у него нет ничего общего. Это совершенно разные растения. Водится он в Мозамбике, Танзании и Кении. Находится под угрозой уничтожения. Также носит название Дальбергии. Мпинго, Бабануса. Кумару. У него множество наименований, одно из которых Бразильский тик. Он обладает прочной древесиной с плотностью порядка 1150 килограмм на кубометр. Тонет, но хорошо противостоит влаге, поэтому может использоваться вне помещений. Азобе. Или иначе Бангосси. Растет в западной части африканского континента. Предпочитает болотистую местность. Устойчив к гнилостным поражениям. Имеет древесину плотностью 1120 килограмм на куб. Палисандр. Также его называют фиалковым деревом за характерный облик цветов. Они синеватые, по форме напоминающие незабудку. Отличается плотной, хорошо полируемой деревесиной с показателем плотности в 1000 килограмм на кубометр. И последнее. Пиротинера. Также носит название змеиного дерева. Его удельная масса в сухом виде полторы тысячи килограмм на кубометр. Это в полтора раза выше плотности воды. Кусок такой древесины уходит на дно почти как камень. Каждая из этих деревьев – вселенная. И узнать о каждом – это открыть для себя целый мир. К примеру, по последнему змеиному дереву. Что оно выделяет? Это латекс. Сочится из разрезанного стебля. Что такое латекс? Это то же самое, что и живица в наших деревьях. Живица, благодаря которой мы разгадали приблизительную правду о пустынях. Латекс добывают ровно так же, как добывают канифоль. Делают надрезы в дереве, как на примере гивея-бразильская сок, который порой называют белым золотом Таиланда. Собранный сок гивеи отправляется в центрифуге и взбивается с добавлением примесей, антиоксидантов, ускорителей, стабилизаторов, загустителей и так далее. Таким образом готовят полуфабрикаты, из которых производится множество изделий. Перчатки для хозяйственных и медицинских нужд, медицинские изделия, катетеры, трубки, протезы, эластичные пинты, резиновые нитки, обувная подошва, автомобильные шины и части автомобильных расходников, клей, краски, канцелярские товары, детские соски, оговорка по Фрейду, соски и зубные щетки, строительные инструменты, линолеум, детали строительного оборудования и в общем многое другое. Изделия из латекса мы можем встретить буквально везде в повседневной жизни. Даже детали вашего телефона и ноутбука сделаны с добавлением этого материала. Имеет антибактериальные свойства, благодаря этому в них не заводятся паразиты, поэтому сок гивей используют при производстве медицинских инструментов. Имеет дышащую пористую структуру, которая позволяет сохранить прохладу в жаркую погоду и тепло в прохладную. Имеет упругую структуру, что подходит для поддержки головы и снимает нагрузку с мышц шеи и спины. Не впитывают запахи и жидкости, не требуют специального и сложного ухода, имеют только одно противопоказание – аллергия на латекс, которая является очень редкой. Матрасы из латекса не скрипят и не проминаются даже спустя много лет. Если не нарушать правила ухода за изделием, то оно прослужит вам многие годы. И закончим эту главу еще и молочным деревом. Молочное дерево, как и многие другие представители тутовых, выделяет млечный сок. Но в отличие от млечных соков других растений, он не ядовит, а вполне съедобен и вкусен. В отличие от настоящего молока, млечный сок молочного дерева имеет более густую, вязкую консистенцию и бальзамический аромат с оттенком корицы. Это молоко не портится в течение недели даже в условиях тропического климата. Хорошо смешивается с водой в любых пропорциях, при этом не сворачиваясь. Оно широко употребляется местным населением в пищу, как замена коровьему молоку. А так как в молоке присутствует 37% растительного воска, то при кипячении на его поверхности выделяется воск, идущий на изготовление свечей и жевательной резинки. Народные целители рекомендуют его пить для поддержания сил пожилым людям и детям. Полезные свойства молочного дерева изучены недостаточно. А что у нас достаточно изучено? Скажите мне, пожалуйста. В первую очередь сок молочного дерева ценный пищевой продукт, обладающий высокой питательностью. Особые целебные качества его неизвестны и в официальной медицине не используются. Ну еще бы. Местные жители постоянно употребляют молоко этого дерева в качестве тонизирующего средства. Оно истекает в таком изобилии, что за полчаса можно наполнить им бутылку. Это была вступительная глава. Дальше будем переходить ко второй. Лес может объяснить весь наш мир. Но это будет в следующий раз. А пока с вами был голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада.